50 врачей. Такое количество медработников здесь не случайно. В стенах арены Химки провели масштабную медицинскую акцию онкоскрининг. Ее приурочили к месячнику борьбы против рака молочной железы. Узкие специалисты собрались здесь, чтобы любой желающий мог пройти обследование. В акции приняли участие ведущие онкологи Подмосковья. Мы стараемся привлечь внимание к онкоскринингу в принципе и возможности людям заботиться о своем здоровье и рано выявлять заболевания, которые на ранних стадиях излечиваются в 95% случаев. Поэтому сегодня мы организовали такой формат семейный онкоскрининг для того, чтобы люди могли прийти с семьями и обследоваться не только женщинами, но и привезти своих любимых мужчин. Сегодня онкология одна из главных проблем современности. Ежегодно этим недугом заболевают миллионы людей. И здесь самое главное не упустить время. Поэтому важно вовремя проходить обследование. Сейчас действительно можно сказать, что с онкологией борются. Есть боязнь у населения, а вдруг чего-нибудь найдут, я лучше не пойду. Промолчу. Нет, сейчас этого не надо бояться. Почти все заболевания, выявленные на ранней стадии, они вылечиваются. Проверить свое здоровье пришли более 800 химчан. Программа комплексного обследования включала онкоскрининг и диспансеризацию. Кроме того, каждый желающий мог сделать прививку от гриппа. Лично для меня это важно, чтобы знать, какое твое здоровье, чтобы потом последствий не было никаких плохих. Беспокоимся о своем здоровье. И здесь быстро всех врачей проходишь, чем в поликлинике. В поликлинике всегда очередь, а здесь быстро все. Всех почти врачей прошла. Следить за здоровьем важно в любом возрасте. Так считает Анастасия Шматко. Девушке всего 23 года. Несмотря на это, она ежегодно проходит диспансеризацию. Сейчас очень много случаев. Я слышала, что идет, ну, большинство людей заболевают раком. В основном это женщины. И в основном это рак груди, может быть, так же. И просто как-то тревожно стало за себя, что может такое произойти, как бы и со мной. И поэтому я решила, ну, все-таки, может, стоит провериться. Основой диспансеризации является сдача анализа крови. Именно это помогает выявить разные заболевания на начальных стадиях. И, в принципе, посмотреть общее здоровье любого пациента. В рамках диспансеризации и онкоскрининга жители могли сделать УЗИ молочных желез, маммографию, пройти гинеколога, терапевта, онколога, стоматолога, сдать необходимые лабораторные тесты. Пациенты приходят сюда вот с такими маршрутными листами, где, собственно, мы ставим отметки, что пациенту нужно будет в дальнейшем пройти. По итогам, когда будут готовы все результаты исследований, мы обработаем вот весь этот объем, выявим пациентов, у которых выявилась патология. Естественно, будем их прозванию приглашать на более углубленное обследование. Действительно, понимаете, если хороший специалист, и к нему попадаешь, это практически ты выигрываешь счастливый билет. И то, что в одном месте можно пройти практически полную диспансеризацию, это на самом деле очень хорошо. Очень хорошо. Пока взрослые проходили обследование, не забыли и о самых маленьких. С детьми играли волонтеры и аниматоры. Ну а что касается результатов обследования, химчане их могут получить в ближайшие дни в электронном формате или же в поликлинике. Мы будем вводить электронные карты, откуда будут выгружаться на воздух. Если результаты будут положительные, соответственно, у нас есть все данные пациента, мы будем его вызывать, вызванивать. Поддержать врачей в их доброй миссии и поблагодарить за труд приехал известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. За профессионализм и многолетний добросовестный труд он вручил медработникам почетные грамоты Министерства здравоохранения. Среди награжденных лучшие сотрудники онкологических отделений Подмосковья. Мне очень нравится, что как раз выборка блестящая, да, это не только главврачи, это не только там руководители отделений, практикующие врачи, это еще и медсестры, чья работа бесценна, особенно сейчас, да, которые находятся, может быть, даже на переднем крае вот этой борьбы с онкологией и помогают пациенту вот здесь и сейчас. Поэтому я счастлив и горд, что мне удалось пообщаться, сделать необходимые фотографии. Масштабная медицинская акция «Онкоскрининг» проходит в Химках ежегодно. Кроме того, в городском округе регулярно проводят так называемые тематические дни здоровья и диспансеризацию населения. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский, Новости Химки ТВ.